Очень часто я слышу от людей, что вот ладно, каркасный дом там одну или две зимы простоит, с ним все будет хорошо. А что с ним будет через 5 лет, а через 7? Всем привет, друзья! Мы сегодня приехали к собственнику каркасного дома, которая живет в нем уже 10 лет, а дому больше, чем 15 лет. И сегодня будет реальный отзыв со всеми минусами и плюсами этого дома. Расскажет о том, сколько она платит за отопление в этом доме, есть ли в нем мыши, какие бывают с ним вообще проблемы. Ну и, собственно говоря, просто ее ощущение от такого продолжительного периода времени жизни в каркасном доме. Давайте сразу пойдем в дом и обо всем поговорим. Здравствуйте! Здравствуйте! Проходите! Очень рада вас видеть! Татьяна, сразу, пожалуйста, представьтесь, расскажите, собственно говоря, почему мы здесь и чем мы здесь можем быть полезны людям, которые нас сейчас смотрят. Меня зовут Татьяна Владимировна, фамилия у меня Баева. Живу я в городе Тюмени, в поселке Комарова. Пригласила Данила с вами, со всеми, для того, чтобы показать, насколько круто жить, ну вот, в каркасном доме. Живу я в этом доме уже 10 лет, поэтому готова вам рассказать о всех плюсах, возможных минусах этого дома. Но минусов нет, потому что я в нем 10 лет живу. Сейчас все выключат, сразу же на этом моменте. Нет, ну давайте мы им покажем, а там дальше для них принимать решение, да, стоит покупать каркасный дом или нет. Потому что буду рассказывать только правду. Ничего, кроме правды, а там уже выводы делает каждый сам. Вы сейчас рассказываете мне это все, как человеку, который хочет себе купить или построить каркасник, например, чтобы вот жить. Вот так же счастливо, классно жить, как вы сейчас живете. Вы точно этого хотите? Тогда, когда сейчас мы понимаем, что рынок загородной недвижимости, он растет, он набирает обороты, и клиенты, которые, допустим, стоят перед выбором, что же мне купить, квартиру или жилой дом, наверное, они должны прежде всего понимать, что жизнь в квартире и в жилом доме, и в каркасном доме в том числе, она вот просто отличается диаметрально. У меня было три подхода вообще в жизни купить себе дом. Потому что все детство я прожила в доме, и я понимала, что в квартире я жить не хочу. То есть у меня наступил такой этап в жизни тогда, когда мне захотелось купить себе дом. Первое, наверное, это нужно четко понимать, куда растет город, где будет развитие максимально транспортной сети, развитие инфраструктуры, куда будет прирастать город, потому что это действительно очень важно. Твоя покупка дома – это инвестиционная, ну, скажем так, инвестиционная покупка, и его стоимость должна расти вместе с тем, что ты на этом доме строишь. Потому что, ну, недостаточно же просто построить дом, да? Ты потом строишь баню, гараж, теплицу, начинаешь выращивать газон, а это же все трудозатратно, и это когда-нибудь должно окупиться и прирасти, соответственно, в цене. И вот когда 10 лет назад у меня встал вопрос о покупке дома, я подошла к этому вопросу очень серьезно. В один прекрасный момент, тогда, когда я уже пересмотрев очень много проектов, очень много там направлений по городу Тюмени, я заехал в Комарово и сказала, я хочу жить здесь. Почему здесь? Потому что здесь центральные коммуникации. И тот, кто покупает себе дом, должен понимать, что вы покупаете себе коробочку с секретом, с волшебным секретом, с которым вы должны будете потом всю оставшуюся жизнь жить. То есть должен быть свет, должна быть вода, ну, у меня газ, свет и вода, все центральное. Поэтому для меня этой проблемы нет. Поэтому тогда, когда мои клиенты, например, приезжают и говорят, Татьяна Владимировна, мы хотим дом, я приезжаю к застройщику, вот как к вам, например, я приехала, да, со своими клиентами. И началось с чего? Как подключаем? Какой септик? Где вода? Куда это будет заходить? И тогда, когда мы с вами смотрим на плане, мы четко должны понимать, а куда будут заходить коммуникации. Ну и, соответственно, почему, собственно говоря, каркасник, и почему я счастливо живу в каркаснике все эти 10 лет. Когда я зашла вот в этот чудесный деревянный дом, я поняла, что это мой дом для моей семьи, для огромной семьи, для моих друзей. Это то место, где мне хочется быть. Почему в каркасном доме комфортно? Мы понимаем, что это деревянный дом, в нем очень легко дышится. А так как у меня ребенка, у ребенка была проблема с легкими, у нас была бронхиальная астма, и нам сказали, у вас только дома в деревянном исполнении. В чем еще его уникальность, наверное, и не наверное, а точно, это принцип термоса. То есть мы понимаем, что зимой в нем максимально тепло, потому что даже без отопления каркасник держит тепло 24 часа. Мы проживали эту ситуацию тогда, когда в городе Тюмени отрубили свет, а газовый котел работает в том числе за счет света от электричества, и мы тут выпадаем, света нет, обрыв на линии, и на 12 часов мы тут все прикурили. Но... Это зимой было? Это было зимой, это был декабрь. Вот, соответственно, то есть дом остывал очень медленно. То есть у нас температура, температура комфорта в доме была, ну, держалась фактически там все 12 часов. Летом в нем прохладно, прохладно на первом этаже, потому что, опять же, мы говорим о том, что это все-таки дерево. Оно не нагревается, как кирпич, да, в нем легко дышится. За 10 лет я не видела ни одну мышь, потому что мы понимаем, что мышь не полезет в утеплитель. Ей есть где жить, зачем она поедет сюда? Да, а тут у меня части кое-где, и минвата еще в том числе, мышь не полезет в минвату, вы ее руками трогали вы? В стекловату имеете в виду? В стекловату, да. То есть, ну, ни одна нормальная, адекватная мышь... Уважащая себя. Она в стекловату просто не полезет. Поэтому я не знаю, почему задают вам такой вопрос, да, ну, вот прям честно скажу, не знаю. Я за 10 лет не видела ни разу ни одной мыши в своем доме. Татьяна, у меня есть старая добрая традиция. Я для всех своих клиентов, кто занимается какой-то профессиональной деятельностью, делаю небольшую рекламу. А вам хочу сделать большую рекламу, потому что вы большой молодец. Спасибо. Вы не только живете в каркасном доме и можете сейчас поделиться реальными впечатлениями, не какими-то там маркетинговыми, вот просто надуманными для других людей. У вас свой реальный опыт жизни в этом доме. Еще и вы крутой специалист в мире недвижимости и наш партнер. И поэтому у Татьяны есть свое агентство недвижимости, которое занимается как новостройками, так и вторичной недвижимостью. И, конечно же, они помогают подобрать земельный участок и построить дом, даже если это нужно, в ипотеку. Да, без проблем. Супер. Ну, все тогда. Контакты в описании. Обращаемся и получаем свою новую недвижимость. Это такой своеобразный тамбур. Здесь у нас есть возможность раздеться, спокойно присесть. Здесь сделана система теплого пола, потому что очень хочется тогда, когда... Он даже сейчас работает. Да, он работает. Ну, он работает на автоматическом режиме. Так как у нас дом двухэтажный, то есть здесь мы там... Тогда, когда собирается большая семья, мы обычно фотографируемся, потому что все не входим. То есть мы так по лестнице встали и фотографируемся. Небольшая гардеробная. Это тогда, когда большое количество гостей приходит. Здесь есть всегда возможность раздеться, снять обувь, оставить сумки. И наша кухня-гостиная, там, где мы собираемся. Вот только что с вами сидели, пили чай. Пойдемте покажу сердце моего дома. Это именно та техническая часть, которая... Буч, не мешай нам, пожалуйста, проводить экскурсию. Это там, где у нас располагаются основные технические узлы. Очень-очень важный вопрос, который интересует большинство людей, которые рассматривают себя каркасный дом. Что там с отоплением? Сколько вообще платится коммуналка? Зимой, летом? Можете поделиться, пожалуйста. Ну, давайте мы будем понимать, что у нас все-таки каркасный дом. Это термос, который очень хорошо держит тепло. Это один момент. Второй момент. Нагреть дом, ну вот, 200 квадратов, да, для газового котла не составляет труда, потому что в температурном режиме ему не приходится этот дом подогревать. То есть, вот он его нагрел до определенной температуры, и температуру держит фактически 24 часа. Средняя стоимость коммуналки, ну вот, площадью 200 квадратов, в летний период это где-то 3,5-3,700. Это не за отопление, это за все. И 4,700, 5,5-200, это вот самый холодный отопительный период, это тогда, когда мы оплачиваем, ну там, коммуналку в зимние месяцы. На отопление уходит, отопление у нас газовое, где-то 2,200 в месяц. В самый холодный месяц лучше. В самый холодный месяц. Летом я не плачу за отопление, у меня его нет, потому что меня греет солнце, а я еще и кондеры успеваю включать для того, чтобы охладиться. Газовый котел у нас еще имеет дублирующий электрокотел. То есть, если нет газа, у меня есть свет, если нет света, у меня есть вот там генератор дизельный. Фактически он будет отапливать мне дом 48 часов. Ну вот как раз есть время, чтобы починить что-то там. Конечно. То есть, я считаю, что проживание в доме, оно должно быть, а, экологичным, технически правильным и верным, и мы должны подстраховать себя на всех моментах. И с отоплением, и с освещением, и еще с водой. Посмотрите, система отведения у нас сделана, да, то есть у нас стоит водонакопитель, у нас есть нагреватель, все это нагревается фитилем с, кто он, открытый газовый фитиль, накопитель, и, соответственно, у нас еще заведена вода из колодца. То есть, если вдруг по какой-то причине у меня не будет воды, у меня есть насос, который заведен из дома из колодца. То есть, на 24 часа мне хватит воды. Ну, вы вообще на все случаи перестраховались, а бункера от удара нет? Есть. Есть, да. Ну, а это другая история. Ну, ладно. Второй этаж. А так как дом деревянный, то и лестница логична, в этом доме тоже должна быть деревянная. Ну, кстати, она очень такая устойчивая, ничего не шатается, не болтается, и что классно, очень удобный пролет, и марш удобный. То есть, с нее тяжело будет свалиться, я думаю. Значит, на втором этаже, соответственно, здесь три спальни. Да, это комната у меня для мамы, которая приезжает к нам в гости. Это комната для внучек, которые приезжают в гости. Гостевая такая, да, получается? Это санузел, ну и, соответственно, приглашаю вас в свою вотчину, моя комната, где я сплю, вот, и здесь у меня небольшой рабочий кабинет, проходите. Прям красота. Здесь достаточно света, причем вот этот второй свет, который в холле позволяет вот этой инсталляции быть дополнительной, да, то есть кто-то у нас из соседей, они просто убирали вот эту стену, и прелесть еще заключается каркасного дома в том, что работы по реконструкции, они минимально затратны. Ты просто вынес, все. Ну и, соответственно, здесь, как у каждой девочки, как у каждой девочки. Гардеробная. Да, это гардеробная, она достаточно большая и емкая, но она должна быть, мне кажется, в любом доме. Ну, такой встроенный шкаф, построенный-встроенный шкаф. На втором этаже очень тепло, очень тепло, там фактически круглый год, потому что нагрев еще идет за счет железной крыши. То есть крыша нагревается на втором этаже, тепло, я бы сказала, вообще жарко, потому что мы живем с кондерами летом, ну, прохладно. А на первом этаже прям очень комфортно. Вот ворота, это технический въезд, ну и, соответственно, вот чуть дальше там у нас фундамент, на котором встанет баня. Знаете, как говорят, я тут все газоном засажу, да, и мне нужен участок там условно 10-12 соток. Ребят, вы вообще понимаете, что такое 12 соток, но вот прям засадить газоном? Если, друзья, говорить о том, что вы бы хотели построить себе дом и на участке все засадить газоном, то ваше летнее времяпрепровождение после работы будет примерно таким раз в неделе. То есть система водостоков, она должна уходить в систему водоотведения. То есть мы понимаем, что весь снег, который у вас скапливается, и дождь, который бежит у вас с крыши, он уходит в систему водостоков, соответственно, уходит в ливневку не под фундамент, если он у вас есть, не под дом, он уходит в ливневую систему, которая... Ну и туда, за участок. Да, совершенно верно, за участок. Управленный ливенаж такой, да. Да, и здесь, то есть вот если вы обратите внимание на крышу, да, вот видите, на крыше, параллельные линии, это система снегозадержания. Я считаю, что тогда, когда ты покупаешь дом, ты покупаешь вот эту атмосферу проживания в доме. То есть хочется тебе там лучок, а пойдемте покажу. Ну вот хочется тебе там, да, вот свежего салата, свежего лука, ну вот куда его больше? Ну вот больше, мне кажется, просто не надо. Вот сюда на террасу поставил стол, ну и, собственно говоря, нарезал, нашелковал, этого более чем достаточно. Хочется тебе редиски, вот он у тебя рядочек с редиской съел, вот это вот нарезал. Захотелось тебе укропчику, ну зайди ты сорви укропа с салатом, нашинкуй салат и все, и абсолютно счастливый человек. Еще я бы очень хотел, чтобы вы рассказали про экстерьер, потому что штукатурка на каркаснике, мы от этого людей отговариваем постоянно. Ну, неправильно говорю, у нас был проект, причем, я сейчас где-нибудь картинку вставлю, тоже желтого цвета штукатурка мокрая и крыша закрытая красной металлочерепицей. Вот, и мы в итоге искали два месяца людей, которые бы взяли на себя ответственность поверх ОСБ или ЦСП нанести штукатурку, чтобы она вот была на каркаснике. Нам все сказали, ребят, вы что, она у вас вся осыпется, валится. И я такой вот сейчас стою, смотрю, где что осыпалось. 15 лет этому фасаду, получается. 15 лет этому фасаду. Вопрос только в том, что, что ему делается. Я думаю, что он еще лет 10 простоит с этим фасадом, с этим цветом. Но так как я девочка, мне уже хочется чего-нибудь перекрасить. Сделать, соответственно, подсветку. Это вот то, что сейчас в тренде, вот эта вот разноуровневая подсветка дома для того, чтобы поиграть. Ну и, соответственно, хочу обновить. Я хочу другого цвета дом. И, ну, соответственно, видите, вот по... Под соколю, да? Под соколю, да. То есть отходит плитка по нижнему этажу, потому что это наследство досталось. Естественно, сейчас вот это вот все поменяем. Вот у меня большие окна, я считаю, что достаточно большие. Но вот если у меня предстоит задача построить себе еще один дом, я построю дом с большими окнами, но только без французского обрамления, потому что, ну, вы представляете, это помыть? Ага, без спрос вот этих вот, да? Конечно. То есть это большие окна однозначно, но тоже нужно понимать, что, а, у тебя нет Жека, который придет и начнет тебе что-то обслуживать твои окна. То есть Жео – это ты. Тебе нужно весной обслужить окна, тебе нужно осенью обслужить окна, помимо того, что их нужно обслужить, еще нужно помыть. Поэтому тогда, когда вы 19 окон помоете, вы скажете, слушайте, мне нужно одно окно, вот такое, круглое, и все, и на этом хватит. Но вообще много света в доме, это круто на самом деле. Ну, а вообще какие-то, может быть, ощущения есть, что вот вы зимой, например, чувствуете, что дует из этих окон, или, например, сильно потери из-за этого ощущаются какие-то? В каркаснике? Ага. Нет. Ну, все понятно в целом, вопрос закрыт. Ну, давайте мы все-таки будем понимать, что я купила дом, там, 10 лет назад. В 2014 году? Это был 2014 год, цена дома была 9 миллионов 600, из чего складывалась сумма, да, то есть мы продали трехкомнатную квартиру, мы продали огромный двухэтажный загородный дом, и мы доплатили миллион 600. То есть вот из этих денег сложилась стоимость дома в 9 миллионов, там, с копейками. Соответственно, то, что сейчас происходит на рынке, и тогда, когда мне клиенты говорят о том, что там цена дома там 7-8 миллионов, это дорого. Давайте сравним, сколько у нас сейчас стоит двушка, да? Она стоит 7 миллионов, но эта квартира... 50 квадратов. 50 квадратов. Ну, то есть сейчас вот этот дом стоит порядка, допустим, там, от 20 миллионов и выше. Мой стоит 3 миллиона долларов США, потому что за меньшие деньги я его не продам. Ну, все, мы это, ценник сейчас повесим где-нибудь, если нужно будет, тоже контакты у вас есть, друзья. Ну, потому что он очень дорог для меня. Огромное вам личное спасибо за то, что пригласили нас на вкусный чай-тортик и такой полезный опыт. И люди, которые сейчас посмотрели это видео, они однозначно смогут более объективно и, ну, более правильно принять решение, строить им себе каркасный дом или покупать им его. Просто у многих людей очень большое количество предрассудков, связанных с тем, что кто-то где-то слышал, что кто-то там как-то построил неправильно. Мыши дом съели, ветром его сдуло, как сказки про трех поросят. Ну, в общем, большое... Это не домик на ФНАФа. Да-да-да, это не домик на ФНАФа. Огромное спасибо вам. Я надеюсь, что мы очень-очень помогли людям, которые сейчас принимают решение все-таки выбрать себе каркасный дом или не выбирать. Захотят попробовать, что же такое каркасный дом, приезжайте, мои двери всегда открыты. Я очень рада буду вас видеть, всегда напою чаю, всегда покажу, расскажу о том... Я такого гостеприимства давно не видел, честно говоря. Даже без камеры. Ну, как бы мы реально сегодня в рабочий день просто провели время с кайфом, отдохнули и огромное еще раз спасибо за это. Вам спасибо огромное. Приезжайте в гости.